А это знаменитое на всю Россию село Себино, где родилась и первое чудеса своей сотворила. Святая Старица Матроны, это ее Родина, к сожалению, дом, где она родилась и выросла, нет его, не существует в настоящее время, хотя легенды и рассказывают, что это вот этот дом, на этом месте стоял дом, но на самом деле никто этого не знает. И вот чудеса эти с этим храмом произошли, возле которого мы находимся, в Успении Святой Богородицы. Вот построена, когда первоначально Себино была церковь Николая Чудотворца, и просуществовала она, она была естественно деревянной, Просуществовала она до 1777 года, когда один из владельцев села, помещиков села, Муромцев, решил выстроить вот именно на этом месте церковь каменная. И уже вот в первых ведомостях Турцкая консистория церковь называется не как раньше Николаевская, а уже Успенская. И вот долгие годы она так и стояла, так она и существовала, люди приходили сюда на богослужения, но население постоянно увеличилось, И часто приходилось на богослужениях, особенно в воскресные и праздничные дни, прихожанам находиться вне церкви, стоять у окна и служить пение и богослужение. И помещица Янькова решила построить церковь в трапезную часть, вот видите, она такая сейчас широкая стала, а раньше была она гораздо хуже. Церковь была выстроена, но освятить ее не освятили, так как сама помещица Янькова нельзя. И продолжил ее дело уже муж, Александр Николаевич Яньков. Вот он устроил в правой стороне трапезной церкви предельный алтарь во имя своего небесного покровителя, благоверного князя Александра Янского. Предел сохранился в первозданном виде. Еще что я хочу добавить, у этой церкви никогда не было колокольня. Несколько раз такие попытки совершались, но они не выполнялись. По разным причинам. В том числе и то, что нужно было в первую очередь расширить храм, колокольню нужно было, не столь она была обязательна. Даже существует такое предание о том, что помещица Янькова тоже решила поставить здесь колокольню. Но святая Матрона предсказала ей, не стоит ее делать, потому что скоро начнутся нападки на церковь. Ее будут разрушать, закрывать и разрушать. Действительно, ее предсказания сбылись, и в 30-е годы храм был закрыт. И что интересно, закрыт он был в 1937 году. Несколько лет здание использовалось под склады местного колхоза. И когда в 1947 году, то есть спустя 10 лет ее вновь открыли, оказалось, что и центральный иконостас, и предельный Александр Невского были первозданны, сохранились в первозданном виде. И вот среди прихожан так и сохранилось предание о том, что защитила святая Матрона свой родной храм. Ну и, конечно, еще интересно, что это хорошо известно всем предание о том, что когда Матронушку, назовем так ее, крестил священник Василий Иванович Троицкий, кстати, памятник которого в виде креста, установленного по толпе возле алтаря Успенского храма, он, увидев благовонное облако, предсказал святость святой Матроны. И его предсказания тоже сбылось. Ну, о всех чудесах мы не будем, но все об этом уже хорошо знают.